Ссылка на случай – это ошибка, возникающая, когда речь идет о вероятном, а не о необходимом, и никакое единичное событие не может служить ни подтверждением, ни опровержением общего правила. Соответственно, она имеет две разновидности – негативную, иногда ее называют «русская рулетка», и позитивную экстраполяцию – распространение отдельного случая на представление о будущих событиях. О «русской рулетке» говорят, когда случай, в котором вероятностное правило не сработало, выдается за опровержение этого правила. Например, такое заявление – табличка «Не влезай – убьет» на трансформаторной будке вводит людей в заблуждение. Вон у меня сосед давеча поссорился с женой, и она его на улицу выставила. Так он заночевал в трансформаторной будке и ничего, жив. В случае экстраполяции, наоборот, человек выдает разовое событие за правило, считая, что если что-то произошло так сейчас, значит, так происходит всегда. Или, если так было со мной, значит, так бывает со всеми. Рассказывают историю о миссионере, который, перегорев служение, разочаровался в вере, впал в депрессию и уже был готов наложить на себя руки. Он пошел к реке под мост, чтобы утопиться, но, прежде чем кинулся в воду, почувствовал побуждение помолиться напоследок, попросить у Господа прощения. И тут он испытал чудесное прикосновение Святого Духа. Слезы покаяния потекли по его лицу. Он преисполнился радостью и ликованием и с обновленным усердием стал служить Господу. Одна оставалась проблема – он регулярно приводил свою общину молиться туда под мост. В его понимании это было место особого Божьего присутствия. Зачастую и мы аналогичным образом отождествляем Божье присутствие с определенным местом, ритуалом, музыкальным стилем, видом еды или питья, лексиконом, формой одежды, типом поведения. Однако, как говорит Писание, «Царство и Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» Римлянам, 14 глава, 17 стих «Дух же дышит, где хочет» от Иоанна, 3 глава, 8 стих «Дух же дышит, где хочет» от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Субтитры создавал DimaTorzok